Да, 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 и все интересуются, как бы к тебе подкатить. А как ко мне подкатить? Very sexy. Я думаю, что дело, во-первых, в моем противозачаточном лице. Черт с ним, давай попробуем. Очень и очень симпатично и красиво, потому что, представляешь, как она светится и искрится. Останкинская наша телебашня. Садитесь в эту лодку любви, которая никогда не разобьется о скалы. Черт, ты жуешь такое? Я жую язык. Ты жуешь язык, я надеюсь? Острый. Черт, острый. Кто тебе засунул язык? Литвитела Таната только на русский манер. Собственно, как я тебя сегодня, понимаешь, я тебя привела просто в храм европейского забугорного алкоголя. Вот это, мне кажется, не очень актуально в нашей поиске дня. Мы только что обсуждали, куда ставить рекордер в Таню. Выяснилось, что... Нашли. Мы нашли. Выяснилось, что есть масса всевозможных вариантов, поэтому гусары молчать. Ну что? Ну что, я тебя приглашаю. Наслышано, Паша? Ты какое-то заведение открываешь? Слушай, ну, либо я квартиру куплю, либо заведение открою. Одно из двух. Понятно. Этот пес жил в мутке. И раз в твоем заведении будет бар, Женя Псень, непременно, и там должны быть хорошие напитки. This is the point, baby. Тогда пойдем, пройдемся, потому что это то самое место... Где есть хорошие напитки? Здесь люди хорошие. Люди хорошие. Напитки хорошие. Место называется Винный склад. И, как ты успел заметить, с улицы мы там еще будем проходить. Да. Это бывший завод. В 41-м году открытый. Господи, как же он назывался. Они делали то ли скальпель, то ли какое-то медицинское оборудование. В общем, что-то связанное с вот этими металлами. Пространство огромное, большое. Ты нам нужен будешь сейчас. И ушел такой. Огромное, большое пространство, которое работает как магазин. И все, что здесь представлено, в большей степени нельзя будет найти в другом магазине. То есть оно либо у Хорики в ресторанах, либо какие-то такие уникальные позиции. Поэтому те, кто любит вино, те, кто любит шампанское, игристые, просто хороший, качественный алкоголь. А мы с тобой про хороший, качественный алкоголь, да? Да? Так и еду. Еду. Поэтому, соответственно, однозначно нужно идти сюда. Я очень хочу выловить администратора, который расскажет более предметно и подробно. Ну а пока... Круг почета. Можно сделать круг почета. Как видишь... А, вот и он. А, вот и он. Дегустасион? Да, ну, ребята работают, понимаешь, люди в курсе, ребята работают. Мы с тобой с вином, ой, фу, с вином, с водой. Так, мать, ты еще даже не капли, а уже... Я ела язык. Я ела язык. Как, смотри, как мы... Так неожиданно? Так неожиданно, боже, как это странно получилось. Конечно, мы попробуем, а вы как раз нам и расскажите, что... Смотри, мне очень нравится их... Как это правильнее назвать? Лозунг, стикер-то, понятно? Черт с ним, давай попробуем. Попробуем. Ну, черт с ним, давай попробуем. Что льете, что происходит сейчас? Собственно, сейчас у нас есть новосведская история. Чили, свиньон, блан, будет очень свежий. О, подожди, подожди, я придумал. Мы в Чили дрочили. Я помню такое выражение со времен своего интеллектуального детства. Это пёс будет жить в будке. Можно я разбавлю этот вашестенствующий видеоряд с реализованным своим злобством, чтобы наконец-то... Конечно. Мы же для чего вообще с тобой встречаемся? Чтобы подчеркивать, так сказать, твою возвышенность и мою низость. Уи. Уи, мы же. Давайте. А далее у нас по Чили, того же производителя, собственно, есть красный винный. Здесь два карминера, один помоложе, второй постарше. Карминер будет таким ягодно-овощным, даже немножко пряным. Вот здесь также кабернет-савиньон ещё и сера будут. Вот. И два ещё образца у нас из Аргентины. Бленд двух сортов, кабернет-савиньон и малибек. И здесь у нас бленд красных сортов, уже австралийский, с вывешкой в бочках из-под виски. Я, знаешь, тебе как скажу, если рот твой ненасмотренный, да, если неразвитые вкусовые сосочки, то, пожалуй, ну, в вине вообще сложно разобраться, да, и у меня огромное количество, например, друзей, которым вот это всё не упало и не надо, и у меня вино отличается вкусное и невкусное для них. И когда предлагают вот так вот всё, конечно, ты стоишь как дурак и не понимаешь, что от тебя хотят. Как это, как это, я всё понял. В таком случае, берегупаж, конечно. В таком случае, это смешание. Для того, чтобы первонаперво, то, где мы с тобой сегодня будем появляться, и вообще, да, что всё это не про снобизм, не про какие-то там вот, да, конечно. Ты слышал эту историю, когда один из винных сомелье, да, один из знаковых, он на конкурс взял бутылку из масс-маркета, там, за два с половиной евро, и это вино было названо исключительным, особенным. Ну, естественно, тут алкоголики, ты же знаешь, как винные алкоголики смотрят на остальных? Вот это вот. Слава богу, я с такими не общался. Значит, и тут же, ну, типа, что вот это вот весь ваш мир вина, вот такое вот сплошное, как бы, да, никому не нужное, сами там ничего не разбираетесь, и пошло-поехало. В общем и целом, можно относиться как угодно, когда ты к этому не относишься. А если хочется начать разбираться, то, конечно, первонаперво, да, можно смотреть, откуда это вино, чего тебе от него хочется, потому что вино на пицце, это, знаешь, как может быть весело, или наоборот, как может быть истерично с битьем посуды, а стоит лишь только выбрать сорт. Да, я знаю, Танечка, поэтому я в свое время бросил пить. Ты просто пил неправильно, без меня. Не, ну, я как раз в Париже и ходил, и покупал вот эти самые подоспольные евро, и они мне были вообще нормы. Я искренне поддерживаю, что напиток, там, да, в Европе, когда вы покупаете в масс-маркете, там, до 5 евро можно взять приличное вино, поэтому ничего в этом не вижу. Я в любом случае предлагаю начать наше с тобой утро позднее с белого вина, потому что с красного я дурею. Ну, напиши, я только говорю, ну, вот я не могу себя приучить никак к пить все белого вина. Да, то есть, может быть, потому что я мало ел морепродукты, и что меня до сих пор не освобождили никакими устрицами до сих пор. Может, кстати, ты когда-нибудь это сделаешь. Вполне, вполне. Но я бы хотел это сделать не в России. Я люблю, я люблю. Ну, или, допустим, где-нибудь в России, ну, где-нибудь там на Дальнем Востоке или в Крыму. Ты зря сопротивляешься. У меня в Крым, когда мы ездили по винодельным, одно из мест было бухтом, в которой устрицы эти выращивают. Да нет, да я знаю. И, в общем, у нас можно получить удовольствие, не меньше. Ну, смотри, значит, что первонаперво нужно от вина? У вина же есть, да, вот эта ароматика первичная. То есть, засовываешь нос в бокал, втягиваешь себя в воздух. Пахнет вкусно. Пахнет вкусно. Нет, ну, как духи, да, ты же подносишь. Ну, чем там пахнет? Там яблоко. Тут тоже это все, это все насматривается. Есть книги, которые называются «Нос вина». Тебе привозят вот такой огромный, не знаю, как это назвать, папку. Но в ней вот эти ароматы, все, что можно встретить в вине, там будет. Их 54. И ты вот насматриваешься, нанюхиваешься, принюхиваешься, в прямом смысле слова, и бесконечно тренируешься. Берешь работу на дом, понимаешь? Поэтому нет никакого алкоголизма. Я смотрел французские фильмы, там чувак ходил как раз с такими торчащими из ноздрей штучками постоянно. Он работал в парфюмерной конторе, изобретал, да, сюжет, кстати, был, как говорят французы, «нюль». Да, «нюль». Красиво мне нравится. У меня теперь «уи» и «ёптюнюль». Мне кажется, я как «эллочка-людояточка» могу теперь проходить по Парижу. Но муж такая, что я имею. Моя мечта – сходить снять с тобой проходку по парижским барам. У меня там есть крутой оператор. Ау, я в телеке. Да, у меня там есть крутой оператор, наполовину француз, наполовину русский. Он нас снимет. Вот, он живет. Он нам заплатит? Я боюсь, что он спросит, заплатим ли мы ему. Ну что? Ну как? Нам хорошо. А тебе? Смотри, вот это, в бокале вот эту вот историю зачем делают? То есть, первонаперво, конечно, мы с тобой все делали неправильно. Смотрят цвет вина. Смотрят его... А как оно стекает? Да, обязательно, конечно. Ты смотришь вот эту тягучесть, кислотность. Вот эти все вещи, это все можно определить на цвет. Соответственно, цвет смотрится... Ты будешь вокалистка, а я буду твоей подтанцовкой. На фоне белого. Как они обычно так делают. Мне нравится. Да. И вот это движение в бокале, если не умеется или кажется, что ничего не получится, поставили, покрутили, все получится. Насыщается вино кислородом, соответственно, будет меняться... Это же живой продукт. Поэтому бутылка вина, вообще по идее, она рассчитана на двоих. То есть это по два бокала? Больше не надо. Я знаю. Я сейчас покупаю. Это золотое правило. Но обычно ничего не работает, потому что, ну, как, в смысле больше не надо? Ты только разошелся. И если вот выпивать вино вот так, то, соответственно, оно у вас не стоит. Если вы пьете один и берете какую-то, допустим, бутылку, то есть, да, как вот насматривать, можно взять, открыть, выпить бокал, поговорить с вином и поставить ее закрыть. И, соответственно, дня три мы с женом вино можем жить. Я думаю, когда ты начинаешь говорить с вином, это как раз та самая стадия. Это я. Это я. А мы, да, смотрите, у нас тут дегустация, дегустация. Да, что вы сказали, попробуем. Мы попробовали чилийский савиньон, да? И смотри, ну теперь вот тебе на контрасте. Давайте красный и каперне савиньон, да? Так, сейчас. Почему бы и нет? Вот так есть. Давай, каперне савиньона разным. Ну, это аргентинское, а это чилийское. Давайте по чили. Давай по чили, да. Мы на чили, мы на расслабоне. По чили. Просто чудеса. Вот возьмешь сейчас и вот эти первые ароматы, на самом деле, мне кажется, когда насматриваешься, честно, ты знаешь, сколько тратят денег люди, кто шизанулся на вине, и многие ребята же, кто работает, реально не могли, там, не знаю, квартиру, ипотеку начать выплачивать, но берут вот эти вот, понимаешь, ну здесь еще не так и дорого стоит. Вот поэтому я не пошел в свое время учиться на савиньоне. Хотя мне предлагали. У меня был такой... У меня же есть история, мне предлагали халявный курс, я работал главный редактор, мне предлагали халявный курс. А я как раз болел Францией на тот момент. И это все было бинго. Но при этом это был период, когда у меня, ну у меня прямо был жесткий абстинент, что я ни капли в рот не брал. То есть... У меня там просто продолжение фразы, у меня же на все продолжение фразы есть. А я забываю, что мальчики же тоже в рот берут. Вино. Ой, Педаль Дуз. Я как раз посмотрел замечательный французский фильм, называется Педаль Дуз. Педаль, это, в общем, так они... Понятно. Педе и педаль. Офигенно. Очень хорошая комедия, рекомендую. Ну вот, мы с тобой здесь будем определяться, красное или белое. Вот ты как? Ну я тебе хочу сказать, что вот это красное мне нравится не очень. Не очень? Да, не очень. А что тебе не нравится? Это что же, знаешь, очень важно. А что вам не нравится, я понять не могу. Я, понимаешь, из тех тупорылых алкоголиков 90-х, которые пока не научились... Не, не то чтобы выражать свои мысли вот этими вещами. Я могу очень большую словесную конструкцию построить, особенно читавших Генчарова сейчас, да, как они... У меня будет выпуск, я буду... Я уже снял про обломы, у меня будет отдельный выпуск «Иносказательный секс» он будет называться. Они там, да, там страсть, нега, покатые плечи. В общем, вот это вот все, понимаешь, дрожь, пробежавшая по телу и так далее. Он один, да, скучает? Скучаю, да. Скучаю. Вот, я не знаю, мне не хватает, я считаю, что черный не хватает. Мне больше белое понравилось. С красным, ну, лично, вообще, естественно, то есть весь мир про красное вино, да, мол, как бы считается несколько вариаций на тему. Я тебе, извините, что я перебиваю эксперта, я здесь больше чувствую спиртягу, чем бы мне хотелось. Есть и такая штука, мол, как бы в белом сложнее разобраться, сложнее почувствовать. Но, может быть, знаешь, еще никогда не забывай, что все-таки вино – это тот напиток, который нужно исключительно выбирать под настроение, погоду и вот этого всего. Атмосфера. Это очень важно, очень нужно. Иногда можно вином так засрать свидание, когда ты, понимаешь, зовешь ее, там, не знаю, погулять по набережной Свердловской, не делайте так, и берешь с собой красное, плотное, тонинное, чтобы, знаешь, чтобы она вот... Я сейчас расскажу историю вообще наоборот. И рот связала. Я как-то позвал девушку, не на Свердловской набережной, я жил на Маховой, мы гуляли вокруг инженерного замка Михайловского, пошел дождь, мы встали, вот там два здания кардигарди бывшие, да, слева и справа, мы встали в портик, и она такая, вот как бы, нет, это потом было, это потом было. И она такая, а ты хочешь выпить? Я говорю, ну, в смысле? И она такая, охренай, коньячок достает, я тебе клянусь. Тут руками поставь, это когда она может быть? Девушка, ангел, блондинка, понимаешь? И тут она такая, шик. Со своим, я такой, ну, как бы, да, в общем, через... Мне рассказывали историю, когда, значит, во время свидания, когда тоже была такая штука, типа, а не хочешь ли немножко выпить, накатить буквально? И, значит, зашли и выпили там, все, вышли на Дворцовую площадь, и она задралась с этой зеброй в этом, как в костюме. Он, говорит, я стояла, говорит, ты не очень понимал, что нужно делать. Даня, по-белому или по-красному? По-красному, конечно, да, по-красному. А я пойду по-белому. Да, да, да. Мы двигаемся дальше. Нам ничего забирать ниоткуда не надо, да? Нам ничего забирать, ты пока говори, я проверю, что там, как на твою попку посмотрю. Пожалуйста, пожалуйста. Человека. Да, найдете человека. Но здесь, на самом деле, любой человек, которого вы встретите, проконсультирует вас с большим удовольствием. Цены зависят, естественно, от количества. Скидки... Господи, что, иностранец? Возможно. Скидки нереальные, соответственно, от покупки коробки, то есть 6 бутылок. Ну и, мало того, само пространство, на сегодняшний день мероприятий нет, но здесь лекции, дегустации, транслируют фильмы, выступают диджей. И, естественно, когда нам обещали аномально теплое лето, и, видимо, там у работников гидроминцентра что-то пошло не так. Поэтому... Да? Ай. Ай. А это мы еще не выпили даже. А ты ко мне не присоединился? Я не хочу. Я не могу без шелковых простыней. Ты не можешь? Я в ее... Без шабухи? Без шабухи. Шабухи на шелковых простынях. Без шабухи на шелковых простынях. Мы с тобой, смотри, значит, можем сейчас прогуляться. Вы где припарковались? А вот где ты сказала, там мы припарковались прямо на набережной. В таком случае у нас сейчас с тобой есть некоторый променад до этой парковки, где тебя познакомили с еще одним заведением. И как вариант, когда берется эта часть, мы вообще надо заметить зрителям о том, что сегодня выбрали не центр города, а петроградскую сторону. Ну, слушай, сейчас это вполне себе центр города. Ну, я имею в виду, что турист, например, приезжающий, да, или ребята, которые не из Санкт-Петербурга, конечно, для того, чтобы найти это место. Если внимательный турист, стрила, великом. Да, я, кстати, скоро буду снимать выпуск про этот велосипед. Вот там находится действительно церковь в проекту Тона, сохранившаяся, и дальше там соответственно место, где сделали взрыв на даче Столыпина, и у меня есть об этом выпуск, где с таким эрокезом черненьким хожу и об этом рассказываю. Дачи Столыпина же нету ни в фундаментах, ни в чем. Нет, 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 ну, более того, это не дача Столыпина, а вообще ведомственная дача была, просто конкретно он тогда был министром внутренних дел, и ему она полагалась по статусу. Вот. И там, да, там ничего не осталось, будет того, там в советское время не было и монумента на этом месте, его нахрен снесли. Сейчас он восстановлен по понятным причинам, потому что у нас есть определенная замена идеологии. Мы... Случилось чего опять? Что не день, что не день, то новости. Да. А мы будем держаться вот туда левее. Мы будем держаться корней, как пел один прекрасный человек. И район этот такой, на самом деле, точка притяжения современной молодежи, в том числе, потому что, допустим, на профессора Попова, медиков, вот этот вот кусок, он, как видишь, активно застраивается. Да, я присмотрелся, я, честно говоря, давно здесь не был, потому что я его... Ну, ты же все время пролетал этот проспект, я когда-то жил в Академической, да, и вот на Петроградку у меня пусть пролегал, потом ты по набережной едешь, здесь всегда, это была действительно такая промышленная зона, здесь был стадион, а там, соответственно, институт мозга. И вот, это все, все, что, как бы, я знал об этом районе. Теперь тут огромное количество жилищных квадратных метров и, в общем, даже неплохих. Я сюда точно так же попала благодаря тому, что друзья мои снимали здесь квартиру в одном из этих комплексов, и я совершенно иначе взглянула на вот этот индустриальный кусок, в который ты обычно не удовольствуешь вниманием. И спешу заметить, что здесь вечером очень и очень симпатично и красиво, потому что, представляешь, как она светится, светится, искрится. Останкинская наша телебашня. Нам, знаете, ребята, как нужно вообще в идеале, нам бы, конечно, как-то проскочить. Насквозь? Насквозь, да, на парковку. Как ты думаешь? Надо дождаться какого-то местного аборигена. Или вот там в улицу? В улицу. В улицу. В улицу. Детка, тебя куда? В улицу? Вот в улицу. Ой, слушай, все время там очень много признания в любви тебе. Да? Да, да, да. И все интересуются, как бы к тебе подкатить. А как ко мне подкатить? Для этого у вас должны быть стальные нервы, большие яйца, финансовое, да, независимое, что-то защемило где-то. Чтобы, понимаешь, чтобы ты мог подумать уже о душе, понимаешь, а не о насущном. Мне же, Паш, я же взрослый человек. Понимаешь, мне вот эти... Подожди, тебе же 18 было год назад. Ну, да, и пока сохраняется 18. Я взрослая, мудрая женщина. Мне не 17 лет, мне 18. И поэтому, конечно, хочется, понимаешь, из знакомства уже не таскаться по эмоциональным качелям. Я накаталась. А как-то, знаешь... А уже какие-то другие качели предложите там. О высоком, о прекрасном, о душе, понимаешь? Что-то уже такого хочется. Поэтому катите, катите, катите. Ну, мальчикам же надо еще присунуть, понимаешь? Мальчики такие. А я что против? Ну, ты такой вообще сумасшедший, ненормальный какой-то. Слушай, мне... Пойдем сюда. Сюда? Смотри. Значит... Пошли сюда, как у тебя концепция меняется. Сосо, я поножу. А я передумала. А я тебя нечаянно за сиську тронул тем временем. Нашел? Да, ты знаешь, я обнаружил. Это вот... У тебя тут была фотография в Инсте, я увидел там соски. Ты их увидели все, их не увидела сначала я, понимаешь? А это так бывает. У меня была такая же история, я тоже снялся, и мне такие, типа, что соски вытащили? Какие соски я... Я буду бесконечно водить туда-сюда, потому что меня разрывает между двумя местами. Но вот там место будет поинтереснее, и у нас там машина стоит, поэтому все-таки туда. Пошли туда. Мы не первый же, в смысле, не последний год. Очень, да. Очень надеюсь. За всеми этими... Я, значит, делая фотографию, первично обратила внимание на готи... Я же тебе говорю, понимаешь, о душе. На готические интерьеры, на окна эти резные и красивые, и на витражи. Мы ходили в особняк Кельхов, и поразилось мое внимание, я там не была никогда, а сначала думаю, боже мой, какие нувориши, какой кич. Ну, в плане... А потом, когда начинают рассказывать историю фамилии, историю семьи, я думаю, ай, так какой кич, какие нувориши. Все сходится. И поняла я, что истории совершенно не меняются. И вот эти люди... Ну, никого не хочу обидеть, оскорбить. Мне кажется, это такой период становления, который многие проходят, когда хочется брендовое, когда хочется заявить о себе посредством чего угодно, ну, потому что по-другому тебя еще пока нет. И поэтому Шанель скажет все за меня. Вот это будет так большая. Вот я даже... Я вот в свое время понял, работая в глянце, чем Петербург отличается от Москвы, у нас даже вот в главном о плоти, этого всего гламура собаки Ру, все-таки по-другому относились к всей этой требухе, чем в Москве. Потому что вот в Москве реально у тебя должны быть... У тебя должна быть бирка. Вот она вот... Причем желательно, чтобы она, знаешь, вот так вот наискосок была на тебе написана. И так далее. Эту моду же ввели, как правильнее сказать, толерантнее, афроамериканцы, когда вставал вот этот вопрос, что значит,